Удалось с кем-то там пообщаться, поговорить? Кому удалось там увидеть сотрудника Waves и с ним поговорить? Так, сотрудники Waves, а чё это мы не разговариваем со всеми? Ладно, на самом деле у нас ещё 4 команды, которые были составлены из сотрудника Waves. Сейчас я вам перечислю их названия. Так, команда Кровосток или Кровосток. Компания Social Raid, команда, какая компания? Вишенка и Харднода. То есть нас ожидают 4 презентации от 4 команд сотрудников компании Waves. Давайте поприветствуем первую команду Кровосток. Я слышал? Ваш парк называется дата-сервис из коробки. Когда у вас есть публичный блокчейн, то часто юзкейс. То, что вы хотите агрессивно из него читать для каких-то внешних приложений, но для этой цели вы чаще всего делаете дата-сервис? Ну, либо кто-то для вас делал дата-сервис? Дата-сервис это просто, вы просто кашируете все данные, которые поступают для чейн, и даете почтение, все вы хотите, чтобы дата-сервис мутировал что-то. Чаще всего это реализовано просто кравлингом состоронних вам. Но в то же время это сложно, потому что вам приходится адаптировать логику блокчейна, реализовывать его протокол на сервисе, тогда как логически это все-таки разные сущности. И приходится палать много усилий для того, чтобы оставаться up-to-date, когда блокчейн быстро развивается. Вот, например, вам приходится хендлить роллбеки. И у нас... В общем, мы хотели решить эту проблему. Как бы избирать всех этих... Я бы канал добавил, чтобы в этот... Решение задачи сделать один раз дата-сервис, чтобы дальше все было, его было далеко мантырнить, и просто пользоваться. Вот наше решение. Так, ну мы формули войсскую ноду. Не в первый раз, да? Мы не просто называемся Кривостоком. На самом деле мы программисты с подразделения Восток. Мы занимаемся корпоративным блокчейном, то есть приватными. Наша нода, она тоже предназначена для приватного блокчейна. Ну и еще наше... Как бы наше решение еще решает такую проблему, что, например, какой-нибудь корпоративный клиент захочет, например, иметь Oracle для хранилища. Или там какую-нибудь сборку возраста там за кладками от ФСБ, там, или еще что-нибудь такое особенное. И мы можем дать из коробки возможность работать с этим. А защищенное соединение с ФСБ предусмотрено из коробки или... В общем, что мы сделали? Мы просто заменили имплементацию нашего хранилища, слава, на патрис. Это позволит нам использовать нашу ноту с модифицированным хранилищем в качестве беда-сервиса, потому что она сама будет хранировать в лоутбеке, и нам остается только лишь, там, бежать новой версии блокчейна. Вот. Плюс, каждый раз, когда мы бежим, да, мы пишем у нас в типозированном языке, поэтому, если мы что-то забыли, то компионат нового года нам скажет, и мы его с рады. Собственно, за два дня вот мы переписали очень много, но мы не делали проект до конца, но мы не реализовали там храни блоков, храни основных транзакций, ну, не сных, а самых популярных, там, трансфер-транзакций и дата-транзакций. У нас есть видеодемонстрация, пример скажет Кирилл. Можно задумать? Так, для начала, это код теста, мы строим сначала Genesis блок с каким-то большим балансом, затем 10 трансферов рассылаем, и третья часть — это третий блок с даты-транзакцией. Здесь я покажу, что у нас в блоках ничего не лежит, ноль записей. Запускаем тест. Тест выполнен. Теперь посмотрим, что у нас в таблице блоки, и, о, чудо! Вот они все блоки, со всеми структурированными, разложенными по полочкам полями и с теми же, там, блоками байтов с в отдельном поле. Вот. Все замечательно. Красивый цветочек. Я, конечно, поспрашиваю, правильно я понимаю, что вы просто выкинули LVDB, поставили вместо этого Postgres, ну, типа, рядом, не в состав нота, просто рядом поставили Postgres, туда записываете все данные, все роллбэки, там, опять же, вычищаете из базы, и, там, есть тот же самый API, например, ноты будут очень так же работать, как сейчас работает. То есть, просто будет запросить не для LVDB, а в Postgres. То есть, весь слой хранения мы переписали из коэдин для Postgresа, и все. То есть, сейчас, например, дата сервисы Waves работает, как там есть некая софтира, написанная Node.js, она все время пулит там ноту, а вместо этого просто поставили ноту, которая записывает и записывается на бот. Так, ребята из команды дата сервисов, которые здесь тоже сидят. Но для вас плохая новость. В общем, как бы, ну, вы поняли, в общем, все, что вы делали, можно выкидывать. На самом деле, я шучу, дата сервисы очень прикольный инструмент. Заходите на GitHub, смотрите тоже open source, там можно крутить, вертеть. Те, кто делали треки Fraud Detector, они использовали дата сервисы как раз в базу данных и дата сервисов. Так, я все, жюри, вопросы. Это работает уже? Ну, а что работает, или нет? Работают цикры, не блоков, работает сохранение там нескольких типов транзакций, балансов. Вот. И работают.